Будем смотреть сегодня на интересном гадании. Конец или будет продолжение вашей истории любви? Меня зовут Тарова Ведьма. Жми лайк этому видео, загадай своего кавалера. За личной диагностикой пиши мне на WhatsApp. Давай смотреть. Ух ты, сразу выходит карта какая-то. Что ты хочешь нам сказать? Десятка кубков, кто-то здесь мужа своего ждёт, да? Давайте смотрим. Конец или будет продолжение? Загадывайте бывших, кого угодно. Кому интересно, будут ли у вас продолжаться отношения? Ставь лайк этому видео. Давай посмотрим. Конец или будут продолжение вашей истории? На два варианта, девочки. Конец или продолжение? Будем спрашивать у вампиров. Конец, как бы, финито или у вас там будет ещё что-то, как говорят итальянцы? Давайте смотреть. Первый и второй вариант. Конец или будет продолжение? Досмотри это видео до конца и загадай обязательно своего котика. Первый котик и второй котик. Конец или продолжение? Конец или продолжение? Здесь карты показывают, во-первых, если у тебя сейчас с ним нет общения, то это вообще временно, абсолютно временно. И карты показывают, он следит за тобой. Посмотри, как здесь затаился мужчина с хвостиком на таком особнячке. И он издалека следит туда вдаль, что же там происходит. Так что твой котик с рогами здесь котик, дьявол здесь нарисован. Он за тобой следит в социальных сетях, выжидает момент, когда появится на горизонте. Но он появится резко, неожиданно, как снег на голову, девочки. Здесь точно не конец, потому что здесь карты показывают о том, что ты моя, я тебя никому не отдам. Я тебе нервы, конечно, уже истрепал, аж кровь здесь, понимаете, на руках. Но карта дьявола говорит, жалко кому-то отдавать, ты моя, ты моя собственность. Поэтому, девочки, здесь кого бы вы не загадали, бывшего мужа с рогами, с ветвистами, бывшего какого-то хахля, я вам сразу говорю о том, что здесь абсолютно не конец. Здесь будет продолжение, и он снова появится на горизонте и скажет, дай мне еще один шанс, я накосячил. Это однозначно. Может не сказать, что накосячил, а просто напишет привет, как дела. По первому варианту это не конец, это здесь будет продолжение этой истории, Санта-Барбара называется. Давайте смотреть по второму варианту. Конец или будет продолжение? Конец или будет продолжение? Девочки, какие бы трудности сейчас не были, потому что на меня смотрит злая, как, извиняюсь, как пантера просто. Посмотрите на этот взгляд, она уже готова убить одним взглядом, эта женщина на картинке. Столько всего между вами уже здесь было, а у нее аж платье все в крови. Девятка жезлов. Слабонервным не смотреть эти картинки. Девятка жезлов. Это уже много всего было пройдено. Есть уже усталость от этого всего, но здесь тоже, девочки, никак не конец. Потому что ваш товарищ снова появится с чувствами и очень скоро, кстати, проявится. И как вот этот верный пес, понимаете, припрется. Я бы сказала, здесь будет инициатива именно от него. Как бы вы здесь не устали от него, от его выходов, он снова будет ухаживать, снова проявлять интерес. Потому что, во-первых, у него к тебе чувства остались. Куда эти чувства деть? Рыцарь кубков, да? Здесь вода, много воды, много эмоций. И рыцарь жезлов. Еще и страсть у него не утихла к тебе. Как женщина ты его явно здесь привлекаешь своим темпераментом, своей энергией. И здесь кавалер, похоже, решит скоро нарисоваться. Поэтому, девочки, здесь продолжение будет вашей истории. Просто сейчас идет метание, да? Как проявиться? Что сделать? Двойка пентаклей. Мужчина здесь может быть такой, знаете, метающийся в стороны, но здесь тоже будет продолжение. И это абсолютно не конец. У кого-то, девочки, может быть и соперница, конечно. И поэтому такой растерянный взгляд у девушки по двойке пентаклей. Но карты показывают и по первому, и по второму варианту вас ждут интересные события. Желаю вам всего доброго.